Всем привет! Сегодня я покажу вам, как быстро, правильно собрать снегоуборщик, как подключить все оборудование, с чего начать и чем закончить. После того, как снегоуборщик приобретен, вы достали его из коробки, он представляет из себя вот такой комплект. Две рукоятки, желоб, регулировка угла поворота желоба, рычаг переключения скоростей, непосредственно панель управления и фара, которая подключается к панели управления, два колеса, лыжи, сам снегоуборочный агрегат и инструкции по эксплуатации, с которой нужно обязательно ознакомиться. Прежде чем начать сборку снегоуборщика, обязательно необходимо проверить наличие всего крепежа. Комплект крепежа указан в инструкции по эксплуатации. Здесь подробно рассказано, какой крепеж, какого размера и в каком количестве должен присутствовать. Я это все проверил и разместил по своим местам. Сейчас остается только присоединить такие части, как рукоятка и желоб, прочие рабочие органы, для того, чтобы собрать и закрепить. Начинаем собирать снегоуборщик с установки рукояток. Для этого необходимо вот таким вот образом поставить его на попа, но предварительно убедитесь, что все маслосъемные горловины закручены, и в снегоуборщике отсутствует масло. Эти горловины находятся с двух сторон. Я их закрутил, чтобы масло не вытекло. Ставлю снегоуборщик на попа, откручиваю крепежные болты. Достаточно полностью открутить только верхние два болта. Не забываем про технику безопасности. Перчатки. Наживляем винт правой рукоятки. И аналогичным образом устанавливаем левую рукоятку. Далее, пока у нас снегоуборщик стоит, так сказать, в удобном положении, закрепляем тросы на рукоятке управления. Правый трос на правую рукоятку, трос с левой стороны на левую. После того, как трос закрепили, необходимо его законтрогайить при помощи гайки, которая у нас находится на тяге. И затянуть ключом. Далее устанавливаем колеса. Делается это очень просто. Есть два пальца, которые фиксируют колеса. Снимаем их. И устанавливаем колеса ниппелями наружу. Направление вращения колеса здесь не важно. Фиксируем стопорными пальцами. Сразу хочу указать на то, что на правой полуоси имеются два отверстия. Эти два отверстия необходимы для удобства транспортировки, так как, когда мы палец закрепляем вне колеса, то оно имеет свободный ход. И получается то, что вам удобно маневрировать снегоуборщиком, когда вы его вывозите из помещения, либо просто чистите небольшой слой снега. Следующий этап. Крепим так называемую панель управления, в которой у нас будет зафиксирован рычаг переключения скоростей снегоуборщика, кнопка управления светом. Также хочу обратить внимание, что в нижнее отверстие панели с левой стороны у нас будет вставлен крепеж рычага поворота снегоотбрасывающего желоба. После закрепления панели, как здесь видно, устанавливаем рычаг для поворота желоба и на время фиксируем его, но не затягиваем. Мы его отрегулируем уже после того, как установим непосредственно сам желоб. А сейчас необходимо установить рычаг переключения скоростей снегоуборщика. Для этого откручиваем розочку, надеваем рычаг в панель и на время пока фиксируем. Еще хочу обратить внимание на один момент. Рычаг может сразу не встать правильно, то есть отверстия могут не совместиться. Для этого необходимо найти свободный ход и совместить отверстия. Вот таким вот образом. Ось, на которую крепим рычаг, она имеет внутреннюю резьбу, поэтому придется немножко попотеть, чтобы шестигранным ключом закрутить в нее винт. Необходимо установить нижний винт плотно к пружинному основанию, к изогнутому основанию. И тем самым подпружинить рычаг, чтобы он вставал четко в пазы и не вылетал при работе из них. Чтобы не было вот такой болтанки. Далее необходимо установить желоб. Для того, чтобы его смонтировать, для этого нужно проверить, насколько хорошо затянуты винты, которые крепят шахту на корпусе ротора. Как мы заметили, винты закреплены не очень хорошо. Гайка имеет капроновую шайбу, которая препятствует откручиванию ее в процессе работы от вибрации. Приступаем к установке желоба на шахту. Для того, чтобы правильно установить, необходимо совместить метки прорези с червяком. Потом мы отрегулируем непосредственно сам червяк, чтобы он свободно вращал наш желоб вправо и влево. При помощи вот таких деталей и двух гаек крепим желоб к шахте. Мы установили желоб. Обязательно необходимо проверить, чтобы желоб свободно от руки вращался. То есть, если болты с гайками очень сильно затянуты, их необходимо расслабить. Они все равно не открутятся от вибрации, потому что на гайках имеется капроновая шайба. Подводим прорези на нашем раструбе к червяку и закрепляем плотно гайками. Проверяем. Все вращается без всяких препятствий. Следующим этапом ставим лыжи. Здесь необходимо учитывать тот момент, что головка винта ставится изнутри, а гайка снаружи. Это нужно для того, чтобы в процессе работы шнеки не задевали за головку винта. Лыжи установлены. Необходимо отрегулировать их высоту таким образом, чтобы до поверхности, либо до земли, либо до асфальта оставался где-нибудь 1 см, ну или минимум 5 мм. Ну и на финальном этапе сборки устанавливаем фару. Крепится она всего двумя болтами. Одним к рукоятке, другим винтом к кронштейну. Наша светодиодная оптика установлена. Следующим этапом подключаем клеммы к кнопке выключения. Порядок здесь не важен. Эта кнопка размыкает цепь. И на финальном этапе необходимо подключить наш клеммный разъем. По-другому его зафиксировать не удастся, только в одном положении. Далее разъем фиксируется специально в отведенном для него месте, чтобы во время работы колесо не повредило провод. Снегоуборщик собран, а как его заправить технологическими жидкостями и подготовить к дальнейшей работе, а также запустить, я расскажу в следующих видео. До новых встреч с садовой техникой Redberg! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова